Имя исполнителя песни «Владимирский Централ», известно не только тем, кто в теме, эта песня брала за душу всех, кто ее слышал хоть раз. И это немного необычно. Ведь ни сам исполнитель, ни многие из тех, кому песня пришлась по душе, никакого отношения к арестантам не имели. Сегодня о Михаиле Круге и многом другом на канале «Ик Слава». Круг был известен, что окном круга людей. Под его песней любили отдыхать как люди, имеющие отношение к сидельцам, так и вполне законопослушные граждане. Удивительно, но факт. Учитывая, что Михаил никогда не сидел и среди его близких знакомых, таких не было, всегда вызывало удивление его глубокое знание тюремной терминологии и слов из лексикона «Алисканда». Оказалось, что все это он черпал из словаря для сотрудников НКВД 24-го года выпуска. Как ни крути, блатной мир мало изменился. Нет пророка в своем Отечестве. Это про Михаила Круга. Странно, но при большой известности еще при жизни в его родном городе на концерты певца ходил меньше всего людей, и это его очень огорчало. Также странно, что в его родном городе нет ни памятника, ни улицы с его именем, хотя почитателей его творчества даже после смерти певца вполне достаточно. Вернее, насчет памятника не все так просто. В Твери, родном городе артиста, есть парковая структура в честь певца, но ее уже несколько раз пытались выбрать чиновники, чему всячески препятствуют жители города. Люди, далекие от блатного мира, очень любят эту структуру. Особенно она почитаема у студентов. Если потереть шляпу или перстень Круга, то, говорят, можно получить хорошую оценку. Что ж, песня для блатных и смерти труп бандита как-то не вяжется с образом Круга, а факты налицо. За любовь к публике надо платить. Жаль, что плата оказалась слишком высока, да еще и от тех людей, которым эти песни так пришлись по душе. А может, не все так просто, и блатной мир оказался неудел. Просто надо было кого-то сделать тайным. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях.